час полета и мы прилетели в лиссабон столицу португалии будем здесь четыре дня и здесь адовое пекло просто жара невыносимая чувствую что днем буду сидеть в номере ну все друзьям выписались мы из нашего хостела даже скорее всего не хостела мини отельчик такой приятный хороший естественно место оставили рюкзаки там до вечера а сейчас посетим пару мест в лиссабоне и поим наверно океан кашкаеш где будем переждать жару потому что вылет у нас сегодня ночью ну да и случилось сегодня неприятное событие часть файлов при перекачке удалилась так что видимо не всем вам покажем про лиссабон про порту про барселону ну что есть то есть пришли монастырю корма ныне разрушена в котором находится археологический музей вход стоит 4 евро пойдем посмотрим монастырь корма или корму был построен в 1389 году как пишут в интернетах он очень сильно пострадал от великого лиссабонского землетрясения 1755 года впрочем как и весь лиссабон его с того времени так и не восстановили решили не париться и оставить руины как есть как памятник стихийному бедствию настоящее время здесь находится небольшой археологический музей ну в общем ничего особенного здесь нет второй раз я бы наверное не пошел сюда ну а далее двигаем в сторону торговой площади центре лиссабона на торговой площади проходит чемпионат мира среди любезти команд по футболу формата 6 на 6 и сейчас играют сборной россии сборной пакистана и наши ведут 20 не знаю как по такой жире может играть футбол 1 пакистанцы они привыкшие но наши еще и выигрывают молодцы а вход на игры бесплатный после непродолжительного просмотра футбола все сидим теньки отдыхаем потому что 11 часов жара очень неимоверная и футбол играть в это время это просто не знаю там героями надо быть вдоль воды а так себе набережные передвигаемся на вокзал чтобы умчать из душного лиссабона на океан на океан едем ташкалиша и едем на электричке с вокзала каиш досадре надеюсь правильно прочитал это название проезд стоит евро 90 ехать это в районе 30 минут ну вот пришли на океан а сегодня у нас море волнительные для волны волны ну что больше небольшого заплыва в океане у нас обед на берегу океана вот у нас что в меню сегодня у нас к курица гриль купленной магазине портвейн мы другие напитки там сок вода фрукты ну все с пляжами мы закончили покупались позагорали даже пообедали а теперь движемся прогуляться по городу кашкаеш и посмотреть бухту пасть дьявола кашкаеш это небольшой курортный город расположен на берегу атлантического океана это тихий спокойный городок с уютными пешеходными улочками жилые дома здесь маленькие своеобразные их украшают черепичные крыши вероятнее всего главная достопримечательность кашкаеша это форт постройки 16 века но и помимо форта здесь много чего интересного почти все побережье кашкаеша представляет собой скалистый обрывистый берег на первый взгляд ничего примечательного тут нет особенно когда океан спокоен как сейчас но когда штормит волны врывается через арку в грот с грохотом и воем что слышишь рычание какого-то зверя ну собственно отсюда такое название этого места а электричка тем временем чит нас обратно в лиссабон вдоль океана и реки тыжу а вечерний сабон все так же весело и беззаботно живет в том числе для туристов в центре практически на каждой небольшой площади или просто на улице попеременно сменяют друг друга выступают артисты музыканты ну или просто танцоры создавая атмосферу праздника и веселья ну что друзья закончилось наше время без собой не забрали рюкзаки из нашего отеля еще и помылись еще переоделись сейчас ждем кушать наш бразильский ресторанчик наберем еды в аэропорт и будем ждать вылета в париж ну что друзьям последний у нас ужин в лиссабоне и у меня куда португальское блюдо не знаю как называется это свинина с моллюсками и картошкой фрим стоит 5 50 помогут настя взяла себе красную рыбу с картошкой и салатом и по пиву и все сейчас откушиваем в аэропорт и летим в париж ну что друзья финальная ночь лиссабона у нас все остальные съемки вечером на набережной лиссабона и ночью лиссабона сожалению все утром были удалены так что расслабайтесь последней ночью лиссабона нашей также как вы не сажаемся потому что уже через несколько часов мы улетим в париж ну что друзьям бомжуем в аэропорту лиссабона до вылета у нас пять часов и вот мы нашли место где прилечь точнее как место на полу довольная настика и розетка а что еще надо туристу все спим отдыхаем до вылета ну все поспали на полу в аэропорту я пока пытался уснуть вспомнил что это мой третий аэропорт я сплю на полу для этого спал нас этих батареях на всяких лавках и было нормально так вот все покидаем лиссабон летим париж лиссабон по моему замечательно своими пригородами синтры мы сам руха кашкавишем тем же самым а город на любителя я еще второй раз был и по мне так порту интереснее красивее вообще каждому свое так что можете приехать лиссабон посмотреть по-любому советую но все а мы летим париж вот мы в париже прилетели сегодня с утра рано шарль-де-голь и было целый квест когда их и до парижа сначала как найти электрички которые идут париж потом билет на нее очередь отстоять купить вы собственно вот приехали в париж билет стоит туда-сюда у нас вышел 1780 на человека евро это билет на целый день поездки по парижу вот ну все за моей спиной нотр-дам успели увидеть еще не сгоревший нотр-дам-де-пари что попасть нотр-дам нужно ставить вот эту вот гигантскую очередь снова толпы туристов ну что друзьям будем гулять по парижу нам правда не долго это делалось ну основные замечательности посмотрим и сфотографируем и заснимем и вам покажем так свободного времени париже у нас крайне мало то решили просто прогуляться по самому центру вдоль реки сена ну и посмотреть самые известные достопримечательности французской столицы сена не самая великая река на которых я бывал она чуть пошире нашей охты ну а мы пришли к лувру и в него так же как в нотр-дам выстрелилась огромная очередь из туристов желающих поглазеть на монолизу но у нас на это нет ни времени ни желания и мы идем гулять дальше и кстати нам на пути так и не встретились не негры не арабы что примечательно а дальше мы движемся в сторону символа парижа ну и наверное всей франции эйфелевой башни и это будет финальной точкой в нашей микропрогулке по столице франции париж ну вот мы погуляли по парижу за несколько часов посетили остров сетты были у собора парижской богоматери где мы еще были по набережным сены погуляли у лувра пошатались потом прогулялись за города вот вышли на марсово поле побывали у эйфелевой башни заселфились естественно мы все прыгаем метро и мщим в аэропорт потому что уже скоро самолет питер и на этом наш тур закончился прибыли санкт-петербург и на этом наше десятидневное путешествие прошло концу и снова с горечью вынужден констатировать тот факт что часть оснятого материала была безвозвратно утеряна поэтому обзорчики будут не такими полными видимо придется заново ехать снимать в принципе я не против но только я поеду уже не в летний период позднюю поздней осенью или ранней весной поеду потому что не будет такой жары и духоты как было в лиссабоне больше 30 и не будет такого большого количества туристов что принципе очень круто ну и на этом все у меня а вам желаю побольше путешествовать не лежите на диване все чао а